всем привет хочу еще снять видео рассказать про черешню ну поскольку ранее уже отсвелась неделю назад а то даже две средняя среднего срока созревания черешни тоже уже отсвелась вот как у меня уже плодики есть хочу все-таки рассказать поскольку сейчас уже на днях нам нужно готовиться активно для обработки черешень поднимется немножко температура до двадцати трех двадцати пяти градусов тепла и полезет просыпаться вылезать из приствольников как обычные вишневая муха будет питаться дня три-четыре потом будет откладывать яйца учитывая весь этот период нужно приготовиться уже таким препаратом как актелик это настоящий актелик от сингенты швейцарской фирмы это от вишневой мухи непосредственно очень хороший препарат более 300 дней он активен системник и контактник хорус от манилиоза клециспариоза клециспариоз это дырчатая пятнистость пожелтевшие листья и в пятнах в дырочках это уже как следствие болезни хороший препарат и как аналог коктейлика байеровский препарат калипсу который можно обрыскивать как для поздних сортов черешни можно обрабатывать даже по цвету это инсектицид он по кстати как видно по рисунку подходит и для борьбы от колорадского жука кстати от колорадского жука я очень посоветовал бы энжу опять же я его использовал по нему хорошо видно ну и поскольку я уже вижу что в этом году у меня хорошо навязалась средняя черешня среднего срока созревания сорт рыночная я пробовал в прошлом году с кислинкой и очень крупная черная до перламутрового цвета при прекрасный такой цвет смотрибельная она вот я хочу сохранить этот урожай кстати вон та тоже меня поражает урожайностью это чуть чуть более поздняя как видно еще такого размера не набрала как предыдущая рыночная но какие-то урожайность предварительно визуально огромная естественно меньшая половина тут выпадет упадет оставшуюся половину я хотел бы конечно сохранить вот этими препаратами актелик актеликом я прошлом году пробовал обрабатывал мясо вы понимаете что имею ввиду черевичку мясо было намного меньше всего лишь процентов 20 это в поздних оставшихся ягод как было были черевички специально раскусил осмотрел а так по сравнению с позапрошлым годом процентов на 70 меньше стало так что результат очевиден по крайне по крайней мере для меня калипсо я еще не пробовал я попробую испробую калипсо и хорус в баковую смесь это фунгицид от болезни это инсектицид чем они отличаются потому что это от насекомых вредителей это от болезней смешивать их можно и даже нужно вот сделайте смесь на 10 литров как описано вот в инструкции и обрыскивайте на здоровье вы сможете избавить себя от нашествий вишневой мухи и от их черевичков кстати чем вы можете просигнализировать для себя вы можете сделать желтую ловушку клейку где-то полметра на полметра даже в принципе больших стандартов не при можете не придерживаться строгих размеров на клей хотя бы то бы чтобы действительно она была видна издалека почему-то желтый цвет привлекает вишневую муху я не знаю почему возможно она не дальтоник определяет хороший хорошо желтый цвет на эту желтую плоскость будь то пластик будь то фанерка то главное чтобы она была устойчивая ветроустойчивая и не смываемая не разбухала то есть фанера или картон нанести на нее на желтую на желтую часть лицевую или изнаночную а лучше и туда и сюда клейкую массу солидол или вазелин или что-то такое к чему эта муха прилипнет она очень маленькая буквально там пол сантиметра около этого прилипнет и вы будете видеть насколько массовая вылет и вылет этой самой мухи и тогда уже вам будет видно если появилась там штук уже семь восемь девять ну примерно тогда уже готовьте баковую смесь и обрыскивайте следите за погодой хотя конечно не смывается но все же при дожде уменьшается период действия этого препарата и напоследок традиционно желаю вам хороших урожаев поменьше болячек на ваших садах и вредители тоже всем пока сейчас пост криптом как видно вылазят уже майские жуки а это значит они полетают спариться и упадут как меня прошлом году в приствольник вот сюда в приствольники они зароются будут откладывать личинки прошлом году мне это сработало хорошо если вы увидите вот дырочку вот подобное знаете что это новая дырочка сделала самка майского хруща таком случае что делать банально просто залейте водой чтобы здесь было болото через минут 20 они все по вылазит в прошлом году я так повод по на вытягивают именно с от этого приствольника 15 штук майских жуков то есть они вылезут до того момента как отложат яйца ну а поскольку вы если вы увидите что ваша черешня начала листочки вянуть ну и вообще хереть самочувствие визуально мне не очень хорошие десятка арматура за лучше заточена чтобы не повредить корни втыкивайте развальцовывайте ну или как по-другому сли делать расширяйте дырки как можно глубже поскольку у вас настолько вас хватит силы поскольку дерево если допустим взрослая и корневая соответственно тоже глубокая ну майские хрущи я раскрывал виноград то где-то на глубине 45 сантиметров где-то так я находил уже майских жуков вот примерно на эту глубину ориентируйтесь и делайте 30 миллиграмм на 10 на 10 пускай 8 10 литров воды и заливайте в дырочки спускай проходит в питается и еще раз поскольку аммиак служит и как азотосодержащие удобрения до столчок к росту и как для насекомых хоть для майских жуков очень неприемлемая субстракт субстанция поскольку они дышат попой забивает им дыхательные пути и не вылазит поэтому не жалейте не себя не их наливайте заливайте вы себя обеспечите хорошим урожаем вы спасете дерево ну а теперь точно все урожаем нет